Студенты Казанского университета стали лауреатами и победителями ежегодного волонтерского конкурса «Добрый Татарстан-2020». Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Победителем конкурса «Добрый Татарстан-2020» стал студент 4-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Амар Хусейн. Парень одержал победу в номинации «Доброволец года» в сфере здравоохранения. По его словам, во время пандемии он работал добровольцем с больными ковидом. Однако во время исполнения своего долга он даже не думал о каких-либо наградах. Работа в красной зоне, работа во время пандемии, она не была легкая. Но если мы не молодеи, то кто тогда? Это моя профессия. Я будущий врач. Иногда меня спрашивают тебя, Амар, не было тебе страшно, когда ты вышел и работал во время пандемии? В красной зоне ты не боялся переболеть. Знаете, у меня был один ответ. Если я боюсь переболеть ковидом, то, что мне сказать, пожилым людям. Студентка и активистка Елабужского института Ольга Грахова получила диплом лауреата в номинации «Доброволец года» в сфере социальной работы. На конкурс она подала заявку по нескольким проектам. Организация праздников для детей с ограниченными возможностями и проект помощи для одиноких пенсионеров. Наши волонтеры, в том числе и я, можем организовать на бесплатной основе ремонт для нуждающихся одиноких бабушек и дедушек, в том числе и ветеранов, которые в силу своего здоровья не могут самостоятельно себе ее оказать. Или же просто находим различные средства бытовой, бытовых каких-то средств и просто проводим уборку. Тоже в силу того, что некоторые бабушки и дедушки не могут себе это самостоятельно позволить. Еще одним лауреатом конкурса стала студентка первого курса Института филологии межкультурной коммуникации Талия Зинатова. Ее наградили в номинации «Доброволец года» в сфере экологии. По словам девушки, темой экологии она стала интересоваться еще в школе. Я шла к этому очень долго. Еще со школы я принимала активное участие в различных мероприятиях в экологической направленности. Тогда тема экологии меня всерьез заинтересовала. Я уже сама выступала инициатором различных экологических мероприятий. И, наверное, увидев этот огонек в моих глазах, мне предложили курировать данное движение в Арском районе. Я, конечно же, с радостью согласилась. Пусть я не победила, но для меня это огромный опыт, которым я горжусь. Сам же конкурс направлен на развитие и формирование культуры волонтерства. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек. Доброводческая деятельность представителей Казанского университета была высоко оценена экспертной комиссией. Лев Диденко, Универ, Ньюс.